Дорогие друзья, это рубрика Точки зрения и различные мнения Надеемся, что сегодняшний гость Даст отвиты по этой теме Нарвской студии Джулс Райдинг Музыкант из Новой Зеландии Для начала расскажите нам Немного о себе И какими судьбами оказались В Эстонии и в Нарве Для тех, кто хорошо понимает английский язык Наверное, будет легче ориентироваться Для тех, кто не понимает английский Перевожу я столько, сколько успел И что понял Меня зовут Джулс Он из города Окленд Новой Зеландии Я музыкант И нахожусь в служении Музыкальном уже более 20 лет Издал около 12 альбомов Три из которых получили Золотую награду В Новой Зеландии И дважды альбом Госпел альбом года То есть это Альбом года Получал также в новозеландской Музыкальной Как премии такой Вот И находится Джулс здесь в Нарве Потому что у него есть Идея Организовать небольшой концерт Здесь для Также церквей Города И для всех желающих Вы музыкант На каких инструментах Вы играете? Как давно Вы занимаетесь музыкой? Когда я был еще подростком У меня не очень хорошо Получалось заниматься спортом Но что хорошо получалось Так это Играть Увлекаться музыкой И отец подарил мне гитару И я стал Осваивать гитару Самостоятельно Боб Дилан Пол Саймон Это были те Люди Которые мне нравились Как музыканты На которые я хотел равняться И вот вместо того Чтобы заниматься домашним заданием И учить уроки Я сидел И занимался гитарой И разбирался В основах музыки И прямо говоря Я занимался гитарой Каждый день Я играл на гитаре Все выходные Это как Принтершип В общем Я музыку прямо Печатал Знаете Вот так вот Каждый день Как Принтер Когда я закончил Школу И мне захотелось Просто сосредоточиться Именно в этом направлении Но я был настолько стеснительный Для меня было Большой трудностью Встать перед людьми И начать играть им Что-то на гитаре Поэтому для меня Это казалось Недостижимая мечта Но когда я стал христианином Я просто нашел себя в музыке Я стал участником группы поклонения в церкви Да, мне приходилось стоять перед людьми каждое воскресенье И я начал писать песни Какую музыку вы предпочитаете Классику или современную? Классик Or Modern Yeah Well Even as a young person I was never into rock music Значит Даже В молодости Я не увлекался Rock музыкой никогда I was into Acoustic Folk Music Мне очень нравилась Акустическая Folk Музыка It appealed to me much more Это вот Больше всего Меня привлекало So my style Is quiet And Acoustic И поэтому Мой стиль Это тихая Спокойная Тихая Спокойная Акустическая музыка And that is the style of music That I like Это Тот стиль музыки Который мне нравится Какие ваши Любимые певцы И музыкальные группы? Favorite Artists And Music Group Yeah Well My favorite Secular artist Is Ed Sheeran Ed Sheeran Это мой Любимый Певец He can play for 80,000 people In a stadium 80,000 80,000 80 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 И он играет Перед ними Вот Музыку With just voice And a guitar Voice So singing Quiet voice And guitar И то есть И он просто поет И играет На гитаре И вот эта масса людей Его слушает My favorite Christian singers Из христианских Исполнителей Мне больше всего нравится Michael W. Smith Michael Smith Keith Green Keith Green And the group Is group Is a group I've forgotten the name of the group So it can't be important So Группа вылетела из головы Yeah So those are the artists Ну вот эти певцы Особенно мне нравятся I tend to favor Singer songwriters Также мне нравятся Композиторы Которые создают музыку Not so much Bands or groups Не так Как Группы Да Или отдельные Какие-то Исполнители А именно Композиторы Мне еще очень нравится Yeah Насколько важно Насколько важно Музыкальное служение Прославление в церкви Why music is important At church Well Worship music is very important For the church Я считаю, что Музыка очень важна Для церкви Because it helps us focus On why we are in church Потому что Она помогает нам Сфокусировать свое Ну вот Внимание Почему мы вообще В церкви находимся The church is not just A club Ведь церковь Это не просто клуб Although it's nice To fellowship And make friends With other people Хотя Да, мы там Знакомимся И у нас есть друзья But God has created us As worshippers Но Бог создал нас Как поклоняющихся The scripture says That the father Seeks those Who will worship him И Писание говорит Что Бог ищет Тех Кто поклоняется ему В духе истине Поэтому Когда мы собираемся Вместе В воскресенье Самая главная цель Это поклоняться Богу И вот как раз Музыка Она и помогает нам Поклоняться И прославлять Бога Мы можем поклоняться Богу И без музыки Но музыка Она все-таки помогает Через мелодию Через стихи То есть вот эти слова Песен Обратиться к Богу И прославлять его Как к небесного отца Поэтому это сто процентов Музыка Важна для церкви Но конечно Есть много Различных стилей Музыки Кто-то консервативного Типа И некоторые Современные Совершенно разные стили И конечно Мы как-то ищем варианты Которые бы соответствовали Нашему внутреннему восприятию Которые Как нам кажется Будут Правильными И уместными Окей Дальше идем В общем Это глубокая тема Которую можно Очень долго развивать Но на этом пока Мы остановимся Идем дальше Как сохранить баланс Между старыми гимнами И современными песнями Я имею ввиду Конфликт поколений В общем Это важная Задача для церкви Найти баланс Между вот этими Поколениями Чтобы удовлетворить Во-первых Потребности Старшего поколения И также соответствовать Потребностям Современного поколения Становясь старше Мы становимся Более консервативными Мы наслаждаемся Той музыкой На которой мы выросли Когда мы были молодыми У нас было больше энергии И возможно Мы были более толерантными Да То есть К громкой музыке И заметьте Да Это часто Большой конфликт В церкви В общем Есть Несколько вариантов Решения Подобного рода Конфликтов Самый такой Обычный В Новозеландии Это сделать два служения Раннее или первое служение Для людей постарше И позднее, второе служение Для более молодых людей Музыкальный стиль Отличается, естественно Некоторые церкви пытаются Совместить оба стиля вместе Иногда получается Иногда не очень В общем, один из распространенных Таких вариантов Это сделать два служения С разными стилями В общем, это Да, вот Короткий ответ На этот вопрос Что вы нам споете сегодня? Что это за песня? И почему она вам нравится? So you can sing? I can sing for us? I can sing sound May the God of peace himself Sanctify you May your spirit, soul and body Be kept sound May your lives be wholly blameless At the coming of our Lord Jesus For he who calls you Is faithful and is true He understands you Какие опасности есть в музыкальном служении? Гордость, эгоизм, тщеславие, самолюбование? Yeah Well, for any upfront ministry Pride is always the number one issue В общем, проблемы, которые связаны с музыкальным служением Есть И здесь можно выделить, наверное, самое главное Это гордость Not just for singers and musicians or pastors И, кстати говоря, не только для музыкантов и исполнителей Но, например, также и для пасторов But also for us as human beings И просто потому что мы люди Because pride says I'll do it my way Потому что гордость говорит Делай так, как я хочу I won't do it God's way I won't do it God's way I won't То есть Я не хочу делать, как Бог хочет Делай, как я хочу Это то, что говорит гордость So At that point We become selfish И с этой точки зрения Мы реально эгоисты Self-centered Мы Сосредоточены на себе Но мы приходим в церковь поклоняться Богу И подчиниться Ему, что Он номер один в нашей жизни и в наших сердцах И вот какой здесь вызов мы находим Поскольку мы все эгоцентричны и эгоисты по своей натуре Иисус призывает нас умереть для себя И жить для Него Это то, что происходит каждый день Это ежедневный вызов нам Поэтому певцы и музыканты Это то, о чем мы говорим, что еще более важно Потому что они ведут людей Они ведут общину в поклонении На том месте, где они собираются вместе Необходимо умереть для того, чтобы принадлежать Христу Богу Безусловно, враг душ человеческих будет предпринимать все Для того, чтобы разрушить вот это нас И побуждать нас делать все По своему усмотрению И делать это по своим правилам каким-то Но Писание говорит нам в книге, допустим, послания Якова Если мы смиряемся Он поднимет нас Как там сказано Смиритесь под крепкую руку Божию Вознесет вас свое время Смиритесь пред Богом И враг отступит от вас Бежит от вас Итак, это вызов для всех нас, христиан Не только для певцов и музыкантов Что бы вы пожелали молодым христианским музыкантам Что они должны знать, создавая музыку и песни для церкви Я стал христианином, когда мне было 26 Я стал посещать церковь с того возраста Я пришел к Господу благодаря верующим друзьям И я ходил в церковь где-то на протяжении трех лет И я помню тот момент, когда я поднял руки к Господу и обратился к Нему Это был тот первый раз, когда я полностью посвятил свою жизнь Богу И когда я это сделал, я ощутил присутствие Духа Святого И я помню этот момент до сих пор, вот сколько я живу Поэтому мое пожелание молодым музыкантам, христианам Молодым певцам и музыкантам Лидерам поклонения Если вы посвятите свою жизнь Христу полностью И отдадите Ему свое сердце Отдадите Ему свои таланты И попросите Его использовать вас Неважно, когда и каким образом вы все это сделаете Бог обязательно будет использовать вас настолько, насколько вы позволите Поэтому подчините свою жизнь Христу Посвятите свои таланты Христу Попросите Его использовать вас Открыть дверь для Него И Он обязательно услышит И если Он это сделал для меня, Он это сделает и для вас Спасибо большое за общение Мы желаем вам благословения Господа музыкального служения У нас в гостях был певец, музыкант, композитор и автор книг Джулс Райдинг из Новой Зеландии Okay, goodbye Goodbye Thank you, brother Thank you, brother